Евгений Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. У вас очень активный день и спасибо, что нашли время для нас. Расскажите, начнем сразу со сложных вопросов. Бюджет на 2023 год принимали практически единогласно в очень короткие сроки. На самом деле это очень сложный процесс и за этим коротким временем, когда был принят практически нагласно бюджет, практически за 15 минут, стоит такая, наверное, многоуровневая, многогранная работа депутатского корпуса администрации, начиная с выстраивания отношений, в том числе выстраиваемые отношения не только между всем депутатским корпусом думой и мэром города Иркутска, но и на каждом округе в отдельности. То, что было несколько лет назад, это, на мой взгляд, был кризис политической власти в городе Иркутске. В итоге он был закончен некой перезагрузкой. Эта перезагрузка выстроилась в такую консолидированную работу всех органов власти, которые работают на результат. А так оно и должно быть. И, наверное, причиной того кризиса как раз было отсутствие такой системной работы. Уже практически два с половиной года Дума работает с новым мэром. Я лично благодарен Руслану Николаевичу за его опыт, за мудрость в части как раз выстраивания взаимоотношений с представительным органом. И вот как раз его результаты, они вот в этом, в этой 15-ти минутке, скажем так, и отразились. С другой стороны, депутаты, так как и все люди, прекрасно понимают, в какое время сейчас мы живем. Этот год, он стал просто новым для всей нашей страны, для всего мира. И, наверное, сейчас для многих из нас это наша жизнь, это до 24 февраля и после 24 февраля. И, конечно же, депутаты, так же как и все граждане нашей страны, с пониманием относятся к тому, что, ну, наверное, сейчас будет, следующий финансовый год будет гораздо тяжелее. Денежных средств на все те желания, которые мы бы хотели видеть у себя на округах и в городе, может и не хватить. И смысл тянуть одеяло каждому на себя, когда наша задача это, в первую очередь, обеспечивать поручение президента, обеспечивать сотрудников социальной сферы, чтобы они бесперебойно получали зарплаты, чтобы это никак не коснулось жизнедеятельности, жизнеобеспечения всего городского хозяйства. Ну и уже во вторую очередь, это какие-то инвестиционные проекты в части развития социальной и коммунальной инфраструктуры. Но, тем не менее, хочу отметить, что бюджет, он, по большому счету, остался в рамках 2022 года. А 2022 год – это рекордный год по нашему бюджету. То есть за всей этой работой не только консолидированного бюджета принимаем, но мы все вместе его увеличим. Он вырос в два раза за несколько лет. То есть мы приняли рекордный бюджет – больше 30 миллиардов рублей. И, в принципе, я думаю, с учетом предстоящих корректировок, ближайшие 2-3 месяца, когда до нас дойдут лимиты областного центра, федерального, он примерно в таком уровне и останется. Меньше он, наверное, не будет. Но в чем получилось, наверное, нехватка каких-то инвестиционных вещей в том, что элементарно все цены выросли минимум на 10-15%. Если бюджет был 30 миллиардов, то он сейчас 30. Но расходная часть-то она стала больше. Соответственно, примерно 2,5-3 миллиарда у нас, скажем так, такая расплывчатая нехватка денежных срез. Но, тем не менее, нам удалось его сбалансировать все вместе. Мы какие-то проекты отложили на 2024, на 2025 год. Но, в целом, мы нарастили денежные средства на содержание Автодора. Это очень важно, потому что Автодор содержит весь город Иркутск. И мы впервые подняли количество денежных средств на его содержание. И в бюджете мы это отразили. Буквально с сентября месяца началась работа по поддержке семей мобилизованных. И те небольшие вещи, которые мы уже приняли, касающиеся бесплатного питания ребятишек, которые находятся в этих семьях. И будут еще другие меры поддержки. Они также есть в бюджете. И, конечно, мы сейчас ориентированы, в первую очередь, на социальную составляющую. Евгений Юрьевич, раз уже затронули тему мобилизованных и, в целом, специальной военной операции, про учебный центр. Мы посещали, буквально через 2 недели после объявления частичной мобилизации, то место, где как раз сконцентрированы все ребята с Иркутской области, с города Иркутска. Это Юрга, Новосибирск. Ознакомились, в каком положении находится. Как выглядит вообще вот быт? Ну, конечно, вопросов было много, но в целом хочу сказать, что организация была достаточно правильная. Да, чего-то не хватало. И для этого как раз мы и приехали. Ребята через прямое общение сообщали, что им бы хотелось для того, чтобы быт был более правильным, более того, какие вещи необходимы для того, чтобы организовать. Там уже в зоне боевых действий. Ну, и буквально через неделю была отправлена одна фура, другая фура. Вернемся немножко в Иркутск. Мне было самое интересное, когда ввели депутатский фонд 10 миллионов, который выделяется на округ. Было ровно 10 лет назад, больше даже 10 лет назад, когда у нас был очередной юбилей города. И была такая тогда предложена инициатива в то время председателем Думы Андреем Николаевичем Лобыгиным, при поддержке всех депутатов, что было бы неплохо город отпраздновать так, чтобы 350 лет, выделить 350 миллионов, по 10 миллионов на каждый округ избирательный, чтобы депутаты на эти деньги сделали благоустройство в дворах. Где-то когда-то 7 миллионов, в год 8. Ну и вот с 2020 года у нас четко устаканилось, что это должно быть 10 миллионов. Их стали называть депутатскими деньгами, потому что депутаты стали предлагать, а может мы не только имеем право на дворы распределять, кто-то скажет, у меня все заасфальтировано, я бы детскую площадку лучше бы сделал. И перечень был расширен. Но есть вот эти вот 10 миллионов в этом году, кстати, они 11 будут, ну в 2023 году, когда депутат должен вместе со своими помощниками, с представителями ТОС собраться, ну как правило это так происходит, и определить, ну вот в этом году, как вот эти вот 10 миллионов будут распределены. Ну, допустим, у меня на округе 70% это будет благоустройство, то есть 30% это спортивные площадки. То есть просто сделать небольшой стадион, стоит 10 миллионов, все деньги туда, при школе, допустим, какой-то, и жители его поддерживают. Ну, то есть там ситуация с ремонтами дорог, ну, более-менее хорошая. Я знаю, что есть случаи, не помню, по-моему, тоже на левом берегу, депутаты нескольких прилегающих округов какой-то объект отремонтировали. Это речь идет о Паде Долгой. Там вокруг нее находятся три округа. Два в Пермайском, Василий Петрович Донских, Иван Анатольевич Гущин. И мой округ находится Паде, там сейчас строится крытый ледовый каток, и он будет бесплатен для детских и юношеских школ, то есть там коммерческая никакой составляющая не будет, там будут закреплены ребята, которые занимаются хоккеем, шайбой, конькобежным спортом, шорт-треком, фигурным катанием. То есть все федерации будут иметь возможность через детские и юношеские школы там проводить занятия. И когда он начал строиться, а вокруг вот эта пати, она такая достаточно заброшенная, болотистая местность, все, бурьяном поросло, комары, мухи, но при этом водоем есть, где постоянно утки находятся. Ну и родилась идея, почему бы там не сделать комплексное благоустройство, тем более, что будет стоять этот ледовый дворец. А вот соединить бы два округа, вот эту вот яму с болотом благоустроить, и чтобы это было такое общественное пространство, где и объект есть, где можно, так называемые якорные, где можно позаниматься спортом, а рядом возможность просто отдохнуть, там покормить уток, посидеть на лавочке, погулять с ребятишками. И родился такой проект, его поддержали все депутаты, то есть как раз он победил в комфортной городской среде, то есть часть денег получили оттуда, а часть денег как раз мы добавили вот с этих так называемых депутатских фондов с трех округов. Сейчас работы заканчиваются, первый этап, второй, третий этап будут проведены летом, и я уже видел, какая картинка складывается, это будет большой объект, ледовый каток, и рядом с ним, покрупнее вот это вот общественное пространство, которое соединяет и пешими тропинками две территории, это Первомайский и Университетский, там достаточно все на приличном уровне будет, и вот как раз вот такой проект нам удалось реализовать, и я думаю, жители от такого сотрудничества среди депутатов только выиграют. Видим, сколько общественных пространств вообще в принципе в городе появляется. Сейчас вечером едешь по той же самой Байкальской, там перед Кольцом красивое пространство светится, чуть дальше проезжаешь, Лесехинский парк, там тоже все красиво, и вот если через каждое из 100 метров будет такая же история, то мне кажется, мы больше будем любить наш город, и нужна молодежь, которая имеет возможность сейчас видеть, как в угле другие города, в угле другие страны, и у нас все для того есть, у властей, для того, чтобы сделать так, чтобы им не хотелось куда-то приехать на постоянное место жительства, им хотелось остаться здесь, в их городе. Такая ответственность, столько задач, столько обсуждений, и активно общаетесь с населением, где черпаете внутренний ресурс на все? Ну, я бы не сказал, что я вот какой-то такой трудоголик, что вот постоянная мне энергия для этого нужна, для меня это уже образ жизни, понимаете, я депутатом стал 28 лет, сейчас мне 41, то есть весь свой созданный возраст я нахожусь в системе, причем я обычным депутатом был, занимаюсь бизнесом, работал на освобожденной основе, потом опять обычным депутатом, в итоге из молодого человека, первый раз попавшего в эти стены, не понимая, что это такое, стал председателем, и для меня другой реальности нет, и я это воспринимаю, это у меня уже просто образ жизни, как говорят сейчас лайфстайл, для меня лайфстайл – это работа в Думе города Иркутска, я не представляю, чем-то другим заниматься, и мне хочется верить, что я эффективен на этом месте, эффективен как депутат округа, который три раза уже мне доверил представлять его интересы, и ты чувствуешь поддержку от людей, когда ты ее чувствуешь, вот ты получаешь вот эту вот энергию, черпаешь ее, и тебе сил, и возможностей хватает двигаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!